Привет, друзья! С вами профессор Гоглов. И сегодня мы с вами поговорим, почему же у нас в сутках 24 часа. Мы живем в десятичном мире. Десятичная система распространяется на все. От бинарных функций компьютера до количества сдачи, которые вы получаете в магазине. Так почему же стандартный земной день не длится 10 часов? Мы должны сказать за это спасибо древним египтянам. По мере того, как цивилизация переходила от кочевого охотничьи-собирательского сообщества к земледельческим общинам, люди обнаружили необходимость считать свое имущество и предметы вокруг себя. Если вы утром уходите на пастбище с пятью козами, а возвращаетесь вечером с тремя, и не можете заметить разницу, ваши дела плохи. Концепция письменного языка еще только-только зарождалась, и поэтому люди научились считать так, как это делают маленькие дети, с помощью десяти своих пальцев. Египетские иероглифы 3000 года до н.э. свидетельствуют об использовании в то время десятичной системы. Так почему же они перевели свои часы на двенадцатиричную? Многие считают, что двенадцатиричная система появилась из счетной системы, которую египтяне унаследовали от ранней шумерской культуры, которую использовали для счета не целый месяц, а каждый отдельный сустав. Если вы раскроете левую ладонь и будете использовать кончик большого пальца, чтобы прикасаться к каждому из трех суставов на четырех ваших пальцев, вы получите в итоге двенадцать. Для измерения времени с помощью этого метода египтяне разделили день на двенадцатичасовые половины, или точнее, десятичасовой день, два часа утренних и вечерних сумерек, и двенадцатичасовую ночь. А сами часы египтяне основывали на движении неба. Они отслеживали серию из 36 маленьких созвездий, известных как деканы, которые последовательно вставали над горизонтом приблизительно каждые 40 минут. Восход каждого нового декана отмечал начало нового часа. Начало новой декады, египетского периода, в 10 дней отсчитывалось от появления нового декана на восточном небе прямо перед рассветом. Во времена девятой династии, около 2100 года до нашей эры, египтяне усовершенствовали свой солнечный календарь системой наблюдения за регулярными появлениями этих звезд. И создали обобщенный годовой календарь. 36 декад составили 360 дней нового календаря. Новая система показала себя достаточно точной, чтобы аккуратно предсказывать ежегодные разливы Нила во время восхода Сириуса. Даже несмотря на то, что фактическая длина часов поменялась в соответствии с сезоном. Были созданы таблицы, которые помогали людям определять время ночью с помощью наблюдения за деканами. Что удивительно, такие таблицы были найдены даже внутри погребальных саркофагов. Вероятно для того, чтобы мертвы тоже могли определять время, говорит доктор Ник Ломб, куратор Сиднейской обсерватории. И хотя новый календарь позволил определять время с большой легкостью, гибкость положенных в его основу часов делала эту систему бесполезной для греков. Им требовался день с отрезками равной длины. Гепарху, которого считают величайшим астрономом античности, приписывают преобразование египетских звездных часов в стандартизированные равноденственные часы, которыми мы пользуемся в наши дни, и в которых каждый период света и тьмы в дни равноденствия разделены на 12 равных отрезков. На этом у нас все. С вами был профессор Гуглов. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Ставьте лайк, комментируйте это видео. Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok